Всем привет! В этом видео я постараюсь запустить двигатель для самолета. Модель двигателя OSMAX 15LA объемом 2,5 кубика. У меня были определенные трудности с его запуском, поэтому кто в этом немножко разбирается, прошу вас проконсультировать, помочь, если я что-то делаю не так. Вот сейчас я буду делать все так, как я считаю правильным, а вы меня походу поправляете. Здесь я поставил пока временно бачок от автомобильной модели, просто его удобнее заправлять, и удобнее все видно, как он функционирует. Потом я его заменю на самолетный бак. Так, вот у меня есть топливо с 5% содержанием нитрометана, как рекомендует производитель двигателя. Сейчас я заправлю бачок с помощью шприца, вот такого. Ну пока, я думаю, хватит. Так, открываем крышку бака и заливаем. Оп, есть. Закрываем его плотненько, чтобы ничего не вытекло. Обратите внимание, что бак на две трубочки, то есть дренажной трубки нет. То есть, все как рекомендует производитель мотора в инструкции. То есть, одна трубочка идет на выхлопную трубу, которая создает давление в баке выхлопными газами, а другая трубочка идет на уже карбюратор мотора. Далее. Теперь, после этого мы откручиваем иглу. Можно более поближе снять. Главную игру карбюратор откручиваем на три оборота, как по инструкции. На три. Так, один, два и три. Так, теперь открываем дроссельную заслонку. Полностью, да, вот она открыта сейчас. Закрываем пальцем и вращаем пропеллер по часовой стрелке до тех пор, пока топливо не пойдет в двигатель. Вот оно видно по трубочке. Топливо пошло, 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 пошло. И мне там какой-то воздух идет. Есть уже. Так, теперь у нас есть такое средство для улучшения запуска двигателей. Оно содержит эфир медицинский. Мы туда вот пшикнем немножко карбюратор. Не немножко, а так нормально получилось. Теперь мы дроссельную заслонку делаем так, чтобы она была открыта на одну треть. Оп. Вот как-то вот так. И все, двигатель... Нет, теперь мы подключаем свечу зажигания. Точнее не свечу, а питание свечи зажигания. Свеча это в двигателе. Оп. Теперь свеча должна нагреться. Там где-то, как говорят, 15 секунд примерно, чтобы она раскалилась. Пока она раскаляется, готовим стартер. Еще по поводу стартера. Говорят, что этот двигатель должен заводиться пальцами. Но что-то я в это не верю. Сколько я не пытался, ничего у меня не получилось завести его руками. Поэтому пришлось купить стартер. Подключаем. Главное не перепутать плюс-минус. То есть красный это плюс. Черный это минус. Вот есть такой аккумулятор от мотоцикла. Так, проверяем. Стартер работает. Одеваем перчатки. Дело дальше уже будет грязное. И пытаемся запускать. То есть в предыдущие разы я обнаружил, что лучше двигатель запускается не кратковременным куском, а чтобы стартер так хорошенько покрутил этот мотор. И тогда он лучше запускается и как-то увереннее работает. Ну что, приступаем. Видите, нет. Не хочет. Сейчас покрутим дольше. Нет. Дроссельная заслонка может слишком много открыта. Сейчас чуть-чуть прикроем. Пшикнем средством. И пробуем. Может быть холодная погода сейчас где-то там плюс два или плюс три. Может от холода он не хочет. И почему-то заглох. Что ему, родному, не хватало, непонятно. Сейчас попробуем еще раз. Вот самый главный вопрос после того, как он запустился. Как его правильно отрегулировать на оптимальные обороты? То есть вот этой главной иглой крутить? Куда ее крутить? В какую сторону? Как крутить? Какой звук должен быть? Вот это если кто-то понимает, то расскажите мне. Время. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...